Прошлым летом Робби Уильямс открыл чемпионат мира по футболу в России. Задержаться надолго в этот приезд не смог. В разгаре была судебная тяжба с соседом, 75-летним гитаристом Лед Зеппелин Джимми Пейджем. Робби вырыл бассейн в подвале их общего дома. Пейдж был категорически против. Суд Робби выиграл, но продолжает травить соседа. Когда Робби видит во дворе Пейджа, он включает на полную громкость песни «Ди Пёрпл» или «Пинк Флойд», основных конкурентов Лед Зеппелин в 70-х. И Робби еще удивляется, в кого пошла старшая дочь, 6-летняя Теодора. Робби предпочел бы, чтобы дочь слушала его песни. Папочка, может, лучше послушаем Бьонси? Младшим детям, 4-летнему Чарлтону и 5-месячной Коко, слушать песни папы рановато, считает жена актриса Айда Фил. Хотя и сама Айда не образец Леди. Недавно пришла на свадьбу принцессы Евгении в белом. Робби тоже отличился. Жевал жвачку во время венчания. За 9 лет семейной жизни Робби Уильям заметно поправился. Ему бы почаще есть гречку, как в его клипе «Веселись, как русский». Но любимый завтрак Робби – имбирные вафли от Айды. Когда подписчики начали шутить над его лишним весом, супруга забрала у Уильямса телефон. А ведь лишний вес – угроза его татуировкам. У Робби их больше 20. Его называют «Человек-картина». Ноты из песни «Битлз на пояснице» – любимый элемент этой картины у британских поклонников. Субтитры создавал DimaTorzok